Здравствуйте, друзья! 39-й выпуск на канале Шах и Мат, и это спецвыпуск. Дело в том, что, услышав все, что адресовал нам Александр Григорьевич Лукашенко, я решил ему что-нибудь посвятить. Ну, естественно, стихи. Ну, не двустищи или четверостищи посвящать столь высокопоставленному человеку. Я решил замахнуться на поэму. Назвал я ее «Батько и Мефистофель». По горам пахучего навоза, в кирзачах высоких по коленку, шел глава ударного совхоза Александр Григорьевич Лукашенко. Ждал уборки молодой картофель, зеленела скарпами за пруда. Тут пред Лукашенко Мефистофель появился вмиг из ниоткуда. «Что с тобой, усатый горемыка? Вижу на душе скребутся кошки». Отвечал картофеля владыка. «Хочется вселенской славы трошки. Мир однообразен и неярок. Свет не вижу в солнышке лучистом. От жилы устал и от доярок, и от пьяных в жопу трактористов». Мефистофель почесал мошонку, стрепенулись лошади и гуси и купил Григорьевича душонку, сделав президентом Беларуси. Не оборвали молнии и громы, водяные ухали в трясине. Это ехал в барские хоромы Лукашенко в черном лимузе. Возгордились братья белорусы, называли президента батько. «Вот он, светоч наш, махнатоусый, ненаглядный наш, ебать-ка-пать-ка!» Шли года, славянские базары громыхали весело-бодрящи, только Мефистофель стал в кошмары приходить настойчивей и чаще. «Предавай! Бесись по полной жиру!» Он увещевал огнем из пасти. «Развращайся! Смело шантажируй, а иначе ты лишишься власти!» И, холодным потом обливаясь, восклицал Григорьевич. «Ну, серьезно! Я с душой поторопился, каюсь!» А в ответ услышал эхом. «Поздно!» Или вновь помчишься на вилохе по клубам из копоти и гари к трактористам свекли и картохи, мой неугомонный совхазарий!» И, взойдя с одышкой на трибуну, рыская по залу хищным взором, Лукашенко фразой смачно плюнул, друга своего назвав партнером. «Молодец! Ни совести, ни чести!» «Мефистофель батьку подзадорил!» «Мы теперь с тобой по жизни вместе!» «Ты еще, глупец, со мною спорил!» «Плюй на всю восточную заразу!» «Позабудь страдания и муки!» «Если нефти не дают и газу, не друзья они, а просто суки!» Перед сном звонок раздался резко. И звучало медью каждое слово. «Я тут глянул видео на резку!» И скричал Лука. «Не надо, Вова! Я весь в состоянии погнутом! Было на душе светло и чисто, но меня надумал проститутам сделать мне неведомым Мефисто! Серит на душе моей корова, давит враг из севера и союга! Так недалеко и до Ростова! Ты ведь примешь, дорогого друга!» В трубке долго раздавалось эхо И шепнул Лука. «А твэта трэба!» И услышал сквозь раскаты смеха. «Твой маршрут теперь, Адди-сабеба!» Ну, вот такая поэма. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал «Шах и мат». Для вас работал Михаил Шахназаров. Спасибо.